Всем здра, 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 Происходит, но оказывается Уже почти месяц прошел, чуть больше трех недель И я, ну, серьезно, я подумал То, что, ну, прошла, ну, неделя, ну, две Вот по ощущениям Вот, как будто, как будто время остановилось Реально Вот, такая себе, короче, хуйня Бля, я обожрал себе пиздец Мне так хуево Сейчас блевану, блядь Ну, сегодня суббота, мне можно нарушать Диету Да, 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 я под жерами Под этого кашу Как оказывается, если б я раньше начал играть Оказывается, с этим, ну, Джереми С этим ведущим С ним был стрим на Твиче И можно было ему всякие вопросы задавать Ну, понятное дело, что это все на английском было Но я запись посмотрел Реально, ну, он, конечно, отличается Он прям, видимо, актер профессиональный Потому что его образ и он настоящий Ну, прям чувствуется большая разница Вот, но в любом случае Было прикольно Вот, кстати, подождите, вот под таким углом я даже на него немножечко похож Смотрите Я реально на него чуть-чуть похож Прикольно Да, значит, что вчера произошло? Я вчера закончил стрим на грустной ноте, так сказать, да? Вот, никому рейд там не кинул ничего Вот Я, значит, ну, вот прочувствовал то, ну, я в себе открыл, что такое культурный шок Вот реально, вот эта игра у меня вызвала культурный шок Я реально просто охуел Я вот задумался, насколько, во-первых, гениальная идея самой игры А во-вторых, насколько эта игра Она вышла, начала выходить в 2020 году А сейчас она играет вот этими красками какими-то, да? Я просто охуел Я реально, ну, блядь, так охуенно По поводу того, что я расстроился по поводу Мамикса по центре Если что, я вам объясняю, почему я расстроился по поводу Мамикса Само видео-то меня чуть-чуть даже взбесило, да? Потому что он там что-то тянул время долго Дело в том, что Мамикс это один из главных ютуберов, по моему мнению, да? Вот, его контент вам может там нравиться или не нравиться и все такое Но дело в том, что он дитя интернета Его интернет породил И он начал дальше развивать этот интернет Ну, в каком случае, кроме нахождения в интернете Нам было бы интересно, допустим, что будет со 100 литрами Кока-Колы и Ментосом Вот в каком Но это при этом, это интересно смотреть Именно вот у него там на стримах И вот, и то, что он давал рабочие места людям Он, всякие вот эти вот тупорылые идеи Которые на самом деле В каждом из нас эти идеи были Но просто кто вырастает, он забывает Он думает, что это бредовые идеи и все такое А Мамикс, ну, успел сохранить в себе вот этот вот детский интерес Потому что ты когда вот в детстве Ну, у меня было, блядь, в детстве Ну, интересно, а что будет, если сожрать червя? Вот бабушка говорит, не жри червя Ну, сука же Интересно же, что будет, если сожрать червя, да? Вот, или там что-то типа Я говорю, бабушка, дедушка, что это такое? Что такое водка? Вот, они говорят, да это хуйня полная И все равно интересно же попробовать Ну, в смысле, а нахуй, если это хуйня полная? Нахуй вы ее там пьете? Ну, вот, и все такое И вот Мамикс, это вот эти вот эксперименты Которые из детского интереса, да? Типа, ну, а что будет, блядь? Насколько будет большой фонтан от Кока-Колы? Учитывая то, что ты все до этого фонтаны видел Но в этот раз плюс 10 литров Кока-Колы А вдруг что-то поменяется? Вот это Дело в том, что вот ребенок, когда вот рождается У него, это потребность изучения мира, да? Потребность понимания всего Она в нем преобладает Вот этим вот Мамикс, ну, как-то в себе сохранил И вот эту хуйню снимал Плюс давал рабочие места Плюс не скатился до уровня детского контента Влада А4, да? Мне стало очень жалко, что такой, как Мамикс Ну, покидает нашу Ну, можно сказать, я не знаю Либо профессию и все такое Ну, у меня появилось ощущение, что в каком-то плане ушла эпоха Вот раз Мамикс уходит, он сказал Я останусь, но в каком-то другом виде, да? Вы меня найдете в любом случае Но вот этот вот Мамикс ушел И тем более я его там смотрел на стримах, да? Мы развлекались, мы там вот с Якудзой познакомились Просто ушла эпоха Я из-за этого загрустил И при этом я загрустил то, что я понял То, что, ну, это просто стечение обстоятельств Его убило стечение обстоятельств Во-первых, если бы он не поранил руку Он бы продолжал бы дальше ролики снимать Вот А он поранил руку Он не снимал ролики Следовательно, ему нечем платить зарплату И плюс сейчас Ютуб закрыл выплаты, да? И Мамикс тоже не может получать Ну, точнее, ладно он там не может получать Мне кажется, он бы как-нибудь пережил, да? Вот, он вроде аскет То, что люди потеряли рабочие места Вот Вот этот вот контент Там вот я увидел, когда они прощались Да, там Леха с ним Ну, с первых дней этих Вот этот вот Леха, который там всякий паркур делал И во всяких экспериментах Самых жестких участвовал Вот этот Леха, ну, потерял работу А что делать теперь Лехе, бля Вот Вот из-за этого мне стало грустно То, что как будто какая-то Эпоха нас покинула Вот, грустновато стало реально Вот Вот так вот Я из-за этого загрустил Потому что Ну, первое, это от него зависело Потому что Ну, в любом случае То, что там взорвалось Я это видео не видел Но Он как директор А его ангар Это как бы производство Какой-то завод То на заводах обычно надевают каски На заводах следят за техникой безопасности Мамикс обычно следил Он там Обычно у него там были То пожарные рядом То еще что-нибудь Но в этот раз, видимо, не доследил Это Ну, я не хочу говорить То, что он там в этом виноват Но в каком-то плане он виноват Да, потому что он как директор Должен был Проследить за этим Вот И если есть какая-то опасность Значит, ну Он как профессионал своего дела А он профессионал своего дела Он должен был за этим проследить Этого, короче Этого еще как-то можно было избежать Да, тут что-то от него зависело Но когда лишили всех доходов Да То Сосать Сказано сосать Вот, так что Ютуб Возвращай пока не поздно Блять Возвращай в анетизацию Страдают все на самом деле Потому что Ладно бы там Чисто авторы страдали В каком-то плане Но дело в том, что И неркины страдают И Не причастные вообще Белорусские влогеры Тоже ничего не получают Потому что Большинство зрителей из России Вот Так что нормально Блять Я так обожрался Это пиздец Я сажал, короче Полторы ребрышки И еще Полтора торта Блять Я съел Ну, дольки, конечно Ой, блять Ютуберам придется Стать курьерами Да, ну Вообще Может быть Некоторым Ну, не курьерами Гордость, наверное Некоторым Не позволит Потому что Я так предполагаю Ютуберы Дело в том, что Ютуберы поделятся На две части Те, кто Откладывал деньги Нормальные Умные Взрослые люди И те, кто Блять Гулеванил Типа О, нихуя себе Мне сегодня Задонатили Блять Я пойду Проебывать эти деньги Там Куплю себе Десять тысяч машин Куплю себе Еще что-то Вот такие вот Ну, им придется Видимо реально Идти какими-нибудь Курьерами работать Но им гордость Не позволит Потому что Те, которые Нихуя не откладывали Они себя чувствовали Королями жизни Всегда А если ты король жизни Как ты можешь себе Позволить Пойти работать Этим Ёбаным курьером Шарите Вот Так что Сосать Ну, а такие Великолепные люди Как я Во-первых Ну, не дождетесь Что уйдем Да Вот Потому что Ну, я Я считаю Что Ну, может быть Я себя в этом убедил Но на самом деле Я думаю Что может быть Я прав Потому что у меня Все-таки Ну, какой-то талант Есть Да Потому что Стримером В каком-то плане Потяжелее быть Чем ютубером Потому что Ютубер может Намонтировать Всякие свои записи Да А стример Должен постоянно Кучеряво Разговаривать Сделай Ну, сделай Давайте Пук Мне сейчас сделает Вот Короче Я Я не пропаду Некоторым Хуй пойми Что делать Потому что Другого Это ничего не умеют Вот У меня просто Есть четкая Картина Некоторых Ютуберов В голове Да Которым Повезло В 16-17 лет Взорвать Они забили На Вообще На образование И на какое-либо Развитие И пошли тусить Блять И тусили Постоянно Вот Ну Я Эту картину Складываю На основе Ютубера Который В итоге Когда все Потерял Он пошел Блять Разносить Клады И в итоге Сел нахуй За это Вот Потому что Ну я Блин С ним был знаком Я с ним По скайпу Разговаривал Тогда еще Скайп Был Вот Я понимаю То что Ну такие Люди Которые Блять Нихуя Не выкупают И на них Слишком быстро Скидывается Какая-то Популярность И деньги В итоге Они В отцесалово Потом улетают Блять Покупают себе Машины Покупают Бухло Каждый день Какое-то Дорогое Там И все Проебывают Деньги Девки Машины Заебись И думают Что это Навсегда Блять И вообще Нихуя Не откладывают Ну просто Финансово Не Покуп Вот это Мне не нравится Когда вот тут Длинные волосы На боку Мне не нравится Я так старый Вот туда их Блять Вот так Не реально А вот эту Как залысин Тебе убирать Какую у меня Ее нету Никаких залысин Сделай меня Как Джереми Ты серьезно? Да Я тебе серьезно говорю Это же Как улаха Какого-то В смысле Это Джереми Великолепный А ты что Мозелки Спиздил Какого Нахуй Мозелла Блять В смысле И ты туда же Блять Ну Мозелла Там тоже А кто еще Так стримит Нахуй Нахуй Все Я Я с тобой Не намерен Ладно Садись Да Мозелла В лопках Согласна Пок Самый лучший Пок Я тебе Красивую Сделала Прическу Посмотри У тебя Хотя бы Залысину Теперь Оцени Пок Мне вот это Не Как Джереми Сделай Пок Ну у тебя Слишком длинные Волосы Чтобы Как у Джереми Делать Тебе Такую Прическу Пок Ты вообще Как будто Голову Пок Промыл Ну типа Она Нет Пок Это по-другому А Да Не Нормально Промыл Не Ну ты Меня Сейчас Залезала Как-то Слишком Нет Прям Хорошо Бля Вот так Намного Да я Старик Бля Да я Так Старше Выгляжу Чё Это Хуйня Какая Это Болбород Може Кого Бля Не Сделай Мне Как ты Мне Говоришь Тик Токер Скую Прическу Я Сегодня Хочу Ну С приколом Чтобы В комментах Задавали Вопросы Не Реально Я Не Хочу Старше Выглядеть Я Чувствую Как Старею Ну Давай Я Тебе Заплету Косичку И будешь С косичкой Стремить Не Пулк Ты Как будто Реально Волосы Плохо Прям Чувствуется Пулк Тебе Придется Сегодня Опять Голову Да Это Потому Что Во Первых Я Спал И Волосы В подушке Засохли А Во Вторых Потому Что Я Сначала Расчесался А потом У меня Был Шрекс Бурный Интересно С кем А тебе Лучше Не знаю С крыской Что Ты Делаешь Прикрыть Причёточку Тебе Красивую Делаю Ты Сказал Что Тебе Новое Тебе Сделать Вот И Делаю Тебе Тебе Чё Тебе Устраивает Пук Пук Ты Чё Там Делаешь Косичку Тебе Делаю Нахуй Мне Косичка Ну щас я хвостик сделаю А сделай мне какую-то скандинавскую прическу Так Я тебе и делаю Вот Пук Смотри Как красиво Получается Ля Пук Как тебе Я Дональд Трумп По-твоему Ну вот так Прям Намного Красивше Ля Ля Красота Как Как Вот Тут Надо Так Убрать Так Вот Пук Смотри Красивый В угле Да чё За хуйня Пук Сделай мне нормально Как Джереми Ты вот так хочешь Чтоб тебе Вот тут были длинные волосы Да нет Короче мне надо парикмахерскую Сделай мне вот это на две части Как ты мне делала И всё Давай Всё я буду этот Не как Лекс Надо идти Уже пойти покраситься Да опять Вот это меня всегда бесит То что у меня сзади Какая-то пружина Ёбаная Смы я два раза Всегда голову мою Всегда два раза Она чистая Но она мыльная Пук Вот прям чувствуется Этот Как его там Мыло Ну сейчас Смотри Мыло обычно Нету вкуса Мыло нету вкуса Прическу Как шампуни Настелай Что это ты делаешь? Чуть-чуть Делала объём Чтобы Тут не было тебе Залысин У меня нет Залысин Всё Пуксик Теперь ты Тиктокер Всё Пук Ты теперь Тиктокер Это что По-вашему Нормальная прическа? Ну Намного лучше Чем было И прыща твоего Не видно А? А ну Наушники Ну у меня Дед Короче у меня Дед Лысый И он берёт Вот так вот И волосы На лысину Натягивает Вот тут вот То же самое Выглядит Как будто Ладно Хорошо Наушники Сейчас Давай Давай Но ты неправильно Делаешь Пук Тьфу Блядь Вот да Вот так вот Да Вот Правильно Вот Всё Пуксик Всё Теперь Красота Всё Всё Ля Да Вот так Намного лучше Пук Выглядит Пук Так намного Лучше Выглядит Мне кажется Она меня Специально Делает Рудом Да нет Я старалась Чтобы ко мне Не подкатывали Девчонки Да я реально Постаралась Пук Красиво Выглядит Вот это Красиво Ну вот Особенно Вот так Да Вот идёт Тебя Прям Макрильский Пук Да Красиво Что Тебе Не устраивает Ну Хочешь Я тебе Тут Две Косы Запрету И Будешь Вот Так Ходить Как Вот Тут Косичку Запрету Красиво На Этого На Как Вы Там Похож На Джамара На То Что Почему Я должен Быть На Кого То Похож Я Я Личность Я Сам Гений Ну Красиво Я Жаба Чё Тебе Не устраивает Пук Все Так Умеют Или Нет Как Смотри Я Просто Слюну Глотнул Нет Не умеет Сделай Мне Как У Ай Шоу Спида Думай Что Ты Старик Ты Молодой Красивый Парень Какой Что-то Смешно Алиса Шкаф Зеленый Все Давай Тебе Прическу Сделаю Нормальную И Все Блин Хорошая Была Прическа Да Мне Надо Как У Джереми Ты Хочешь Чтобы Я Все Волосы Короче Завтра Пойду Наверное Я Как Джереми Хочу Надень Наушники Вот Все Более Не Стало А вот Это Ну Так Пусть Будет Что Это Чтобы Лысины Твои Не Была Да У меня Лысины Все Красиво Выглядит Спокойся Красота Все Ля Я Я Сделаю Прическу Как Шампаново Когда Панин Уйдет Вот Я Так Подумал То Что Такой Прикол Сделать Вот Да Вот Так Намного Лучше Посмотри И твоей Вот Это Что Ты Говорил Чтобы Тут Не Было И Вот Так Ля Красиво Все Устраивайте И Нету Зади Вот Посмотри Как Зади Красиво Зади Посмотри Охуеть Короче Завтра На Стрижку Все Красиво Пупсик Ну да Но вы Все Правильно Поняли Я Реально Вот Вот Себе Я Так Сказал Что Может Быть Надо Бы Сделать Прическу Шампаново Когда Когда Настанет Время Открывать Шампанское Ай Бля Ай Ай Объелся Бля Мама Я Кирилл Шампанов Буду Да 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 Нормально Я Сегодня Хотел Перед Стримом Зарегистрироваться На Бусти Это Для Тех Кто Захочет Меня Как-то Финансово Поддерживать Знаете Почему Потому Что Вчера В первый Раз За Все Время Мы Мы Вчера Провели Отчет С Мистером Ганакой Первый Раз За Все Время У Наши Сервера Убыточными Стали Вот СПБ Убыточный СПМ Убыточный Единственное Что не убыточный Это СПМ Вот Но я понимаю То что это Из-за того Что мы поздно Начали И стоит Только Начинать Играть И Тогда На все Сервера Потихонечку Будут Заходить Но Дело В том Что Даже Если Сейчас Все Будут Туда Заходить То Просто Из-за Курса Евро Сказано Сосать Вот Просто Из-за Курса Евро Мы Теперь Больше Платим За Сами Сервера Ну И Получилось Так Что Гена Снимает Квартиру За 35 Вроде Он Сказал Тысяч В месяц А Дело В том Что Гена За Этот Месяц Получил Зарплату В Размере 20 Только Тысяч Это Учитывая То Что Ютуб Теперь Ничего Не Платит А Я До Этого Платил Гене То Одну Треть То Половину От Всего Короче Сейчас Гена Вахуе Не знает Что Делать Но Я Все Равно Как Бы Хуевую Но Зарплату Дениски Заплатил Но Это Хуйня Там Сервер В убыток Сработал Но Блядь Какую-то Зарплату Я Все-таки Должен Давать Людям Вот Но Видимо Да Видимо Настали Времена Завода Какого-нибудь Либо Надо Срочно Открывать Сервера Сегодня Мне Гена Скинул Текст Который Который Мы Добавим На Сайт Одобрение Получать От Как ее От Компании Тинькок Ванг Вот Я Уже Андрею Остеру Скинул Он Все Добавит На Сайт В Ближайшие Дни Получится Такое Что Сайт Закроется Или Не Закроется Хуй знает Короче Будет Переделан Сайт СП Роллс Поэтому Можете Следить Пока Будем Пытаться Возить И Вот Я Че Подумал У Меня Есть Спонсоры На Твиче Сабиксы У Меня Есть Сабиксы Спонсоры На Ютубе Я Так Понимаю Вы Хотите Смайлики Всякие Все Такое Но Некоторые Из Вас Оформить Не Могут Если Вы Захотите Меня Поддержать Я Скоро Зарегистрируюсь Наверное На Бусти Я Не Знаю Какой Эксклюзивный Контент Вам Буду Предоставлять Но Мне Лично Пока Хватает Денег Вот С донатов Мне Лично Пока Хватает Денег Но Я Еще Должен Зарплаты Ребятам Платить Наверное Я Зарегаюсь На Бусти И Все Нормально Если Кто Могут А туда Можно Постить На Бусти Видео Интимного Содержания Можно